Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас среда, дети в садике, я решила записать видео знакомства с моими новыми зрителями, так как на канале сейчас много новых зрителей. И также хотела нас всех поздравить, нас сейчас более 60 тысяч, представляете? Для меня это, конечно, огромная цифра, это большое достижение. Как вы знаете, канала уже почти два года, скоро, кажется, через месяц будет уже два года, как я открыла канал. И, конечно же, 60 тысяч, это я даже не ожидала, что будет такой скачок за такое короткое время. Спасибо всем, что подписались, спасибо, что смотрите, спасибо, что оставляете лайки, комменты. Я ценю каждого из вас и, конечно же, рада каждому из вас. Ну, конечно же, так как сейчас очень много новых зрителей, много вопросов. На каждый вопрос, практически на каждый, есть ответ на канале. То есть я снимала видео, но я всё-таки думаю снять видео, чтобы было более понятно. И я это видео вставлю прямо в обложку канала. Ну, не в обложку, в начало. И человек, который будет заходить, зритель, будет сразу увидеть знакомство со мной, чтобы не были какие-то вопросы, чтобы зритель не ходил, не искал каждое видео. Я по возможности вкратце, побыстрее отвечу. И на всякий случай, кто хочет более подробно послушать, я оставлю ссылки на те или иные видео, где я рассказывала, кто я и что я. Значит, первый вопрос, кто я по национальности. По национальности я наполовину игурка, наполовину узбечка. Родилась я в Узбекистане, в Ташкенте. Я не могу сказать, что я чувствую себя прям типично узбечкой или игуркой. Я родилась в Советском Союзе, более европейзированная. И живу в США уже 16 лет. Конечно же, это всё даёт свои плоды. Но в семье мы все говорим по-узбекски. То есть в Ташкенте более узбекская семья. То есть не уйгурская. Мы не говорим по-йгурски, к сожалению. Но я считаю себя уйгуркой. Когда мне задают вопрос, кто ты по национальности, я отвечаю, что я уйгурка. Хотя по-йгурски я не говорю. Но по-узбекски говорю отлично. Это один и тот же язык. Если прям, если говорить по... Это один и тот же язык. Поэтому, конечно же, я понимаю игурский. Но если прям на чисто игурском говорить, то не получится. Так. Как я приехала в США? И сразу же вопрос. Зачем я приехала в США? То есть если говорить вкратце, опять-таки есть видео на канале, я оставлю. Я была замужем в Узбекистане. По всем обычаям. То есть вышла замуж за узбека, типичную узбекскую семью. Вот. Была очень молодая. Мы обе были молоды. Вышла замуж по любви. Как бы мы встречались с ним. И не было это. То есть не было по сватовству. Там, как у нас в Узбекистане принято. Мы сами друг друга нашли. Да? Себе на голову. Скажем так. Брак оказался неудачным. Оказался очень страшным для меня. И оставлю тоже ссылку о том, что я пережила в том браке. Не буду сейчас все это заново проходить, потому что все это есть. Но вкратце я была замужем за узбеком. У нас родилась дочь Севенч. И когда девочке, дочке моей было два месяца, я убежала от этой семьи. В США я приехала, когда переехала, когда дочке было почти два года, по грин-карте. И об этом я тоже рассказывала. Почему я приехала в США? Потому что я не хотела оставаться уже в Узбекистане. Я понимала, что свою жизнь там я строить не хочу. По той причине, что просто меня не устраивал менталитет, который был в Узбекистане. Хотя у меня там огромная семья, родственники. Мне кажется, половина Ташкента мои родственники. На самом деле нас очень много в Ташкенте. Но, несмотря на это, я хотела уехать. Вот. По грин-карте я приехала в США. И в 2008, в январе, в начале января я уже была в США. И через 4 года 9 месяцев я подала на гражданство. И, кажется, в 2013 году я стала гражданкой США. Как я познакомилась с мужем-американцем? С мужем-американцем у меня муж-американец Джей. Я уже рассказала вам об этом. Мы познакомились на сайте знакомств. Моя подружка, моя близкая подружка Селина, американка, она сделала такой подарок мне. Зарегистрировала меня на сайте знакомств. И заплатила за 1 месяц. В течение месяца я там познакомилась с мужем и еще с несколькими мужчинами. Когда мы познакомились с мужем, первое наше свидание прошло не очень. Он мне не понравился, потому что он был очень серьезный. Ну и там были свои причины, просто чисто энергетически. Я знала, что это хороший человек. У меня очень развита интуиция на психопатов или ибьюзеров. Но просто я понимала, что это не мой типаж на тот момент. Есть опять-таки видео, можете посмотреть его. Там более подробно рассказываю о своих чувствах и что там я думала на тот момент. Вот, я пожала ему руку и мы распрощались. Он, конечно же, писал. Он пытался еще раз познакомиться, еще раз встретиться со мной. Но я не хотела. Через 6-7 месяцев все-таки у меня был такой опыт, что я общалась с мужчиной, он был тоже американец, полицейский, очень хороший парень. На 3 года был у меня старше, а муж меня старше на 8 лет. Вот, я общалась с этим полицейским, он мне нравился, но я не была готова к каким-то серьезным отношениям и велась себя не совсем корректно. Играла и доигралась, в общем, потеряла его. Опять-таки есть видео на канале про него. И на тот момент, когда я была вот в таком, знаете, депрессивном состоянии, муж написал мне, что если ты до сих пор одна, я был и остаюсь очень заинтересован в тебе. И произошла наша вторая встреча. И на второй встрече я разглядела, что он не такой серьезный. Да, он серьезный, но что в нем есть романтика, в нем есть глубина. И с тех пор мы не расставались. Вот, это было в 2015. Через полтора года где-то мы поженились, и у нас родилось еще двое детей. Джеймосон и Мэзи. Разница между детьми 15 месяцев. Поэтому многие думают, что они близнецы, двойняшки. На самом деле они не близнецы, не двойняшки. Просто такая вот маленькая разница в возрасте. Мою дочку Севенчу он удочерил. И она носит, конечно же, его фамилию. Считается легальной его дочкой. Это была инициатива его и его родителей. Поэтому как бы тоже рассказывала, как мы это сделали. Есть отдельное видео. Как приняли меня семья моего мужа? Семья моего мужа приняли меня замечательно. У меня, если вот в первом моем браке было ужасное отношение, но очень абьюзное, посмотрите, это видео рассказывалось, то здесь я почувствовала... Ну, вы знаете, в принципе, у американцев в основном такие отношения. То есть вы никогда или почти никогда не увидите никакого абьюза, не дай бог, со стороны свекры или свекрови. То есть они уважают ваши границы. Они очень хорошо относятся, на самом деле, к своим невесткам. Вот. И он меня познакомил со своими родителями через 3 месяца, когда мы начали встречаться. То есть он повез меня в их летний дом. Муж у меня вообще сам родился и вырос в Чикаго. И родители мужа до сих пор живут в Чикаго. Но летом они уезжают во Флориду. У них там есть летний дом возле океана. Не на лето, на зиму, извиняюсь. Потому что зима очень суровая в Чикаго. И они улетают на лето туда. И вот это было тоже холодно. Январь, кажется. И он меня повез к своим родителям познакомить. Я, конечно, была... Как будто бы... Знаете, я ощущала себя, что я уже попала в семью. Вот я пришла к ним в дом, и было ощущение, что я дома. К сожалению, на тот момент я не снимала видео. Поэтому если бы я на тот момент снимала YouTube, как я ходила на свидание, например, с американскими мужчинами, или как я познакомилась с Джейем, было бы, наверное, даже для меня это было бы очень интересно. Если бы это осталось бы в YouTube, потому что для меня YouTube все-таки это дневник моей жизни. Поэтому я ничего тут не вру. Я рассказываю, как есть. Может быть, какие-то моменты я не договариваю. То есть я не обязана все прямо рассказывать. Есть личные границы. Но все, что я рассказываю, уж если я решила рассказать, то это правда. Потому что так же я хочу, чтобы это был дневник моей жизни. Для меня самой тоже. Ну и для моих детей. Вот. И они меня приняли очень хорошо. Ну и, конечно же, сейчас они меня обожают. И его семья, его родители. И я их тоже очень сильно люблю. Так. Как муж относится к моему YouTube-каналу? Мой муж относится негативно к YouTube-каналу. Потому что он считает, что нельзя впускать чужих людей в свой дом. И особенно его не понимает, даже если это хорошие комменты или плохие комменты. Тем более, да. Почему я должна, например, на это реагировать? Если я ему показываю комменты, смотри, какие хорошие комменты пишут про тебя. Или там, какие плохие комменты пишут. Он всегда говорит, откуда люди знают вообще, кто мы. Даже если это хорошие комменты. Откуда они знают, что мы хорошие или плохие. Или хороший муж, хорошая жена. Он просто говорит, что это невозможно понять. Чужую семью чужого человека через экран, да. Но сейчас, когда я уже почти два года на канале, он не то, что любит мой канал, да, или там ненавидит. Его просто принял факт. Но он каждый день говорит мне, просто помни, что не отдавай свою энергию особенно плохим комментариям, плохим комментаторам, на негативные комментарии, да. Потому что этот человек описывает свою жизнь, свою сущность, это не относится к тебе. Даже когда это хорошие комментарии, они показывают свою сущность. То есть она, то ли она, она может быть хорошая, или она может быть негативная. Вот, и он всё время мне говорит, что он волнуется, чтобы я как бы не перепутала границу между интернетом, миром, вот этим визуальным, с реальным миром. Вот, так он, в принципе, меня начал, если можно так сказать, поддерживать. Так, как я, как я, чем я занималась в США первые годы? То есть я работала, конечно же, работала, я об этом рассказывала, моя первая работа была за 8 долларов в час в Таргете. Вот, но постепенно-постепенно я начала искать другие работы. Вот, я работала везде практически, да, но самая, вот самая последняя работа, где, это я уже работала в Шестейдон, сначала как бьюри-консультант, но потом уже каунтер-менеджер в Шестейду. И в Шестейду я познакомилась с Элой, она была моя менеджер, бранч-менеджер в банке, это вот моя самая последняя работа. Она была вообще-то моим кастомером, то есть моим клиентом. Я делала ей и массаж лица, мы в Шестейду делали массаж лица, она была моим клиентом. И она как-то мне говорит, Jasmine, не хочешь попробовать работать в банке? Ты престижная работа, и я вижу, что ты очень хорошо владеешь английским, хорошо общаешься с людьми, коммуникабельные, да. И я говорю, ну, не знаю, я не хотела сначала, потому что для меня работать в Шестейду был фан, то есть там весело, девчонки, да, ну, как-то более чувствуешь себя свободно. А банк для меня было такое место, что, ну, очень серьёзное, то есть не для меня. Всё-таки, что потом меня как бы подтолкнуло, что в банке в субботу-воскресенье она сказала, ты не будешь работать, не работай, да, и плюс, что работаешь только там до шести, до пяти. Но в Шестейду мы работали, часы были такие сумасшедшие. Я прошла три интервью, и, конечно же, когда вот была группа интервью, групповая, там, то есть очень много людей, нас человек, наверное, двадцать, вот в таком большом кругу сидите, и впереди человек десять, которые берут у вас интервью. И среди них вот эта вот моя вот клиентка, она приехала ради меня, ради меня туда. И, конечно же, я считаю, что, да, я не знаю, насколько я хороша была в интервью, но я знаю, что повлияло, что она была там, и она сделала реферал на меня. Вот, и она меня взяла к себе в банк, я сначала там работала два года тэллером, а потом больше трёх лет работала уже персональным банкиром. Вот, это уже была... Я уже была банкиром, когда познакомилась с мужем, то есть, когда он со мной познакомился, я уже была в банке. Вот, поэтому, ну, как вам сказать, родители переехали в 2013-м, они приезжали и уезжали до этого, а потом в 2013-м они уже приехали, когда я получила гражданство. И как только я получила гражданство, я сделала воссоединение семьи. Такой термин, то есть, воссоединила своих родителей, они находились уже в США на тот момент, и через... Мама, кажется, через восемь месяцев, папа через полгода, кажется, они получили грин-карту. И как только они получили свою грин-карту, они воссоединили моего несовершеннолетнего на тот момент братика Шерзода. И он приехал где-то через год. Вот, и так вот я перевезла своих родителей, своего братишка. У меня ещё остался братишка в Ташкенте, но так как он уже был совершеннолетний, и плюс ко всему ещё и женился, он не мог попадать под воссоединение. Его можно было воссоединять даже сейчас, но это бы заняло 10 лет. Но они его воссоединили чуть позже. Единственное, это не может быть так, как было с Шерзодом. Если же ребёнок, ему меньше 18 лет, то он приезжает очень быстро. Мой братишка учится, он учится в университете. Он сначала шёл по медицинскому пути, но сейчас он свернул в другое русло. То есть, не знаю почему, мне кажется, ему очень подошла бы работа в медицине, но он почему-то передумал. Сейчас он учится. Родители у меня тоже работают. Папа у меня повар, а мама у меня художница, но она вначале преподавала детям рисование тут для русскоязычных детей. Сейчас, после пандемии, она не работает. А папа работает поваром. Вроде бы я вам всё коротко рассказала. Есть, конечно, ещё вопросы, но я смотрю уже 18 минут. Я не хочу, чтобы было более 15 минут, так как это очень долго. Возможно, я... Не возможно, а точно я сделаю второе видео и соберу больше ваших вопросов и отвечу, потому что вот так вот на один ответить очень сложно. Не хочу, чтобы это затягивалось на полчаса или на час. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте под этим видео. Я это всё запишу. И в следующий раз запишем новое видео. Спасибо вам огромное, что вы со мной. Увидимся в следующих видео. А с вами была Jasmine USA, Jasmine из Калифорнии. Па-ка-па-ка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok